Здравствуйте, меня зовут Лера Подокова, я из города Новосибирска, и я учусь на архитектуре, закончил сейчас третий курс. Мой герой — это основа, или же ослиная голова. Как мы видим, центральные элементы моей локации являются 8 тоннелей, состоящих из квадратных фольгированных модулей. Благодаря легкой конструкции и простачным лескам, при днамении ветра состоится ощущение, что локация будто бы оживает, шевелится и проживает льду вместе с актерами, взаимодействуя с льду. Золотые элементы на серебряном подфоне символизируют, возможно, листья, которые осенне упали и плавают по платью озера. Или же это могут быть лучшие солнца, которые скользят по воде. Или также могут демонтировать даже золотые зубы осна. Форма и расположение модулей относительно друг друга выбраны таким образом не случайно. Как мы видим на нашей схеме, за основу я взяла созвездие рака. Почему у меня созвездие рака? Проведем несколько интересных параллелей. Осел становится ослом именно из-за Аберона. Аберон приказывает делаться ослом. Аберон – это дроводург и покровитель театра. А в греческой мифологии покровителем театра является Дионис. В знаменитой битве Диониса с титанами он передвигался на осле, и после чего ослы были вознесены на небо в виде двух звезд. Это северное осел и южное осел. И как раз эти две звезды составляют в созвездии рака. Если посмотреть на верхнюю часть локации, там у нас представлена инсталляция в виде созвездия льва. Лев, он оказал огромное влияние на судьбу пирама, которая как раз играет наше снова. И очень символично, что созвездие рака на небе находится непосредственно посредством созвездия рака. Далее, клубы, которые подвешены по локации, они являются отсылкой к жизни осмопы, до того, как он стал оском. Горе местного начала. Большой клуб, который подвешен в задней части локации, он является как бы визуализацией музыки нашей локации. Там вначале есть такой очень характерный скрех колес, или какой-то скрежет старой мельницы. И вначале актер подходит, толкает куб рукой, и огромный неповоротный клуб начинает покачиваться, и пусть он сам создаёт эту скрежу. Также этот куб, к экране, могу бы точнее, перевязаны светоотражающей лентой, и это является отсылкой к нашему костюму. В костюме, как вы видели, были такие чёрные портупеи, ремни, перевязка, и это является неким симбиозом. Кубы находятся в таком подвешенном состоянии, так же, как наш осёл. То есть он, точнее, уже не человек, ещё не осёл, он находится в таком прорезоничном состоянии, и время для него будто бы застывает на момент его превращения. На этом всё. Спасибо.